В пятницу в Чебоксарах разыграют медали престижных соревнований по женской вольной борьбе. В республике они пройдут уже в третий раз. В этом году с наградой сразятся сильнейшие спортсменки из разных регионов и стран. С представительницами Чувашской сборной сегодня встретился глава республики Михаил Игнатьев. Эти девушки хрупкие только на вид. За их плечами победы в чемпионатах Европы и мира. В этом году под Чувашским флагом на Кубке России по вольной борьбе в столице республики выступят лучшие из лучших. В состав национальной сборной вошли восемь спортсменок. Для нас, борцов России, это праздник большой, потому что и такой фонд не отметить тоже нельзя. Все обращают внимание, что большой фонд за счет этого и иностранные соперники подтягиваются с большим желанием, приезжают. Хочется сказать большое спасибо, что вы организуете вот такой праздник борьбы для нас. Они настроены только на победу. Девушки уверены, что родные стены им помогут, но все-таки готовятся к предстоящему турниру усердно. Дневной график расписан буквально по минутам. Тренировки продолжаются с утра и до вечера. Причем девушки сейчас соблюдают строжайшую диету. Им кушать нельзя, им надо вес гонять. Поэтому концерты не кушают, доказывайте. Он благодаря этим девушкам знает про Чувашскую республику, Россию знает. Боятся их не только российские, но и боятся американцы. Они знают их все коренные приемы, изучают их. Я с Канавского района. У нас было только два вида спорта. Это легкая атлетика и, конечно же, борьба. Ну, легкая атлетика мне как бы не особо задалась. Я пошла на борьбу, потому что на борьбу мы с шестой вместе ходили. Ну, везде вместе, после учебы, домой, дома. Работаешь, все дела, которые надо сделать обязательно. Каждый день так, пока не поступил в училище, а не песка взяла. Туда я поступил тоже в восьмом классе. Своими главными конкурентами они называют только бурятов. На прошлогоднем чемпионате страны борцы из этого региона завоевали четыре медали. В этот раз на соревнования в Чебоксары могут приехать и спортсменки из других стран. Организаторы обещают грандиозное шоу. Разогревать болельщиков будет популярная группа «Бонни М». Призовой фонд превысит 7 миллионов рублей. Это дополнительный стимул, допустим, для вас. Это, ну, как сказать, подарок со стороны федерации. Там ни одного рубля в призовом фонде бюджетного нет. Кроме призового фонда еще надо провести определенные расходы по размещению, по условиям, по питанию. Это тоже за счет спонсоров. И мы рассчитываем, что это мероприятие будет самым лучшим мероприятием календарного года. 10 декабря в Ледовом дворце в 10 часов утра начнутся соревнования. Вход всем желающим посмотреть на вольную борьбу бесплатно. Второй день тоже бесплатный вход. Начало 10 часов. Будут бороться за третье и четвертое места. Финальная часть начнется в 5 часов. Они должны показать пример молодым. Сейчас в республике женской вольной борьбой занимаются более 300 спортсменов. Каждый год появляются новые имена. У нас 18 членов сбора команды Российской Федерации. Думаю, по итогам 2015 года не станет меньше. Потому что вольная борьба у нас базовый вид спорта. И мы должны и обязаны развивать. В следующем году республику могут включить международный календарный план по проведению подобных турниров. Все зависит от того, насколько масштабно пройдет в Чебоксарах Кубок страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.